Добрый день, уважаемые коллеги. Мы категорически выбиваемся из графика, но два предыдущих докладчика прекрасно осветили тему. Я попытаюсь занять совсем небольшое время для того, чтобы просто поделиться нашим опытом по лечению таких пациентов. Вот теперь учила всех, теперь у меня не получается переключать. Я в первый день с интересом услышала... Слайд передвиньте, пожалуйста, не получается у меня. Да я нажимаю ее, а все. Нет, почему? У вас там есть презентация. Я в первый день с интересом услышала о том, что у нас в нашей стране существует всего 259 врачей, педиатров-онкологов. Хочу сказать, что докторов, которые занимаются специализированным лечением пожилых онкологических пациентов в стране практически нет. В нашей стране нет отделений, занимающихся онкологических пациентов пожилого и старческого возраста. Вы уже слышали о том, что пожилыми будут считаться пациенты. Об актуальности я не буду говорить, а Светлана Гершина все прекрасно рассказала. Вы слышали о том, что пожилыми пациентами начинают считаться уже люди старше 60 лет. Но оглянитесь, на самом деле на сегодняшний день это самый рассвет нашей науки, наших знаний. Люди обладают интеллектуальным запасом. И называть их пожилыми или списывать со счетов не хочется. И нет в этом никакой необходимости. Но, к сожалению, действительно возраст берет свое, болеют дети, но болеют и пожилые. И нужно учитывать те особенности, которые происходят у пациентов пожилого возраста. Как вы слышали уже, пациенты пожилого и старческого возраста имеют тенденцию к развитию гериортических синдромов. И к развитию так называемой старческой остынии. Поэтому мы провели исследование совместно. Наш институт совместно с кафедрой, которую представляет Светлана Гершина. Изучали данные патологии у пациентов с раком желудка пожилого и старческого возраста. Именно с учетом специализированного гериортического осмотра и предварительной коррекции этих гериортических синдромов. Нужно отметить, что есть отдельные пилотные исследования. Вы слышали при раке молочной железы в Белгороде. Есть исследования гериортических синдромов. Учет гериортических синдромов у неврологов, у кардиохирургов я знаю. Но в онкологии это только пилотные исследования. Когда мы начинаем лечить наших пациентов, мы в основном ориентируемся, конечно, на их полиморбидный фон. На возраст сам по себе и на то количество сопутствующих заболеваний, которые пациент накопил к тому моменту, когда он попал уже в наши руки. Мы делали обследование пациентов, больных раком желудка пожилого и старческого возраста. Сравнивались пациентов, прошедших специализированные гериортические осмотры, коррекция этих синдромов и с пациентами контрольной группы. У нас получилось, что основные гериортические синдромы выплыли – это малинутриция, гипомобильность и психологические факторы. Мы сравнивали появление гематологической и негематологической токсичности у пациентов с коррекцией синдромов гериортических и без этой коррекции. В нашем исследовании получилось, что пациенты, прошедшие специализированный гериортический осмотр с последующей коррекцией этих синдромов, имели в меньшей степени как гематологическую токсичность, так и негематологическую токсичность. И, мало того, значительно реже возрастало нарастание синдромов астении, и меньше усуглублялись сопутствующие заболевания в гораздо меньшем проценте случаев. Поэтому, ну вот смотрите, ликопения, нитропения, тромбоцитопения, анемия у нас никак не среагировала на наши гериортические осмотры. Тошнота, рвота, диарея в меньшей степени было, все остальные показатели не уменьшились. Но уменьшился нарастание индекса старческой астении сопутствующих заболеваний. Посмотрите, декомпенсация сахарного диабета 70% уменьшилась до 27%, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность 76% до 21%. Это уменьшение декомпенсации этих заболеваний, то, чего мы боимся, когда берем пожилых пациентов на лечение. Но также пациенты участвовали, заполняли опросники, и было показано, что происходило улучшение качества жизни пациентов на фоне комплексного лечения, и не было снижения качества жизни пациентов, прошедших специализированный гериортический осмотр. Коротко, два слайда по клиническим примерам. Я взяла двух пациентов более-менее похожих, больных раком желудка. Один пациент, примерно одинаковая у них картина по сопутствующим заболеваниям, по стадии заболевания, метастатическая форма. Но один пациент лечился до начала нашей работы и получал лечение капитстабином в стандартной схеме, но не смогли мы выйти на итоговые дозы, нам приходилось редуцировать дозы, нам приходилось увеличить интервалы между химиотерапиями. Я думаю, что все онкологи с этим сталкиваются. Соответственно, курсов лечения было проведено меньше, но и срок жизни пациента составил всего лишь один год. Но зато следующий пациент, который попал в нашу программу, мы скорректировали все его синдромы до начала лечения. Посмотрите, сахарный диабет компенсировали, индекс массы тела повысился до начала лечения, статус по шкале Корновского был увеличен. До начала лечения в итоге пациент получал полноценное лечение с хорошим эффектом, он жив до сих пор и в хорошем социальном и физическом статусе. Поэтому мы считаем, что данные работы показали необходимость оптимизации онкогериортической помощи на основе введения специализированного гериортического осмотра путем введения работы гериортической бригады и повышения компетенции участников этой бригады. Причем в бригаде должны работать и врачи, и медсестры, и младший медицинский персонал, и родственники. То есть в эту программу входит и обучение родственников пациентов совместному проживанию с ними, уходу за ними и совместному проживанию с ними. Потому что любой химиотерапевт тащит на своих плечах психологически и физически не только самого пациента, но и его родственников. И эти родственники могут нам очень хорошо помочь, а не мешать. Но было показано, что замедляются темпы прогрессирования старческой астении, повышается качество жизни пациентов. Ну и в заключении хочу сказать, что интегрированное применение новых технологий в онкологии и гериортрии повышает качество онкогериортической помощи. Я закончила свое выступление, только хочу сказать, что на самом деле люди стали жить дольше, люди хотят жить хорошо. И так же, как детская онкология имеет свои особенности в лечении пациентов, так и пациенты пожилого и старческого возраста имеют свои особенности. И если несколько лет, я уже не могу сказать, сколько лет назад, мне кажется, лет, может быть, 10 назад, возраст 70 лет считался преградой для лечения наших пациентов, то на сегодняшний день, я думаю, что это не преграда, это только повод для того, чтобы сохранить интеллектуальный пол нашей страны в том числе. Спасибо. Спасибо.